Доброе время суток. Хочу представиться вам. Я Шкуропатский Михаил Александрович. Являюсь единственным учредителем, генеральным директором холдинг компании Кузнецкий Альянс. Я был такой же когда-то, как и вы. Если у вас нет уверенности начинать свое дело, свой бизнес, лучше его не начинайте. Бизнес можно сравнить с кроссом. Представим так, что вы стоите на дорожке, а рядышком ваш конкурент, и вы бежите. Из последних сил то же самое делает и ваш конкурент. Вам нелегко, но вам приходится бежать, что попередите. Рано или поздно кто-то из вас остановится, побеждает сильнейший. Вы готовы к этому? Бизнес это достаточно тяжело. В самом начале определитесь, вы хотите работать на себя или работать в какой-нибудь компании и зарабатывать приличные деньги. Если у вас есть все-таки какое-то сомнение, попробуйте, работая в какой-нибудь компании, организовать свое небольшое дело. У вас будет возможность попробовать себя в бизнесе, плюс к тому, вы не будете рисковать, что вы останетесь без работы и без денег. Когда вы начинаете работать, помните, что каждый человек в начале своего пути работает на свое имя, потом имя работает на вас. Одно из самых важных вещей в бизнесе является слово. Если дал слово, держи его. Если вы кому-то что-то обещаете или говорите, вы должны быть твердо уверены в своих словах. Вы молоды, у вас куча стремления, у вас куча энергии. Помните одно, что мозги это то же самое, что мышцы. Чем больше вы качаете, тем они больше растут. То же самое и мозги. Чем больше вы думаете, чем больше вы запоминаете, чем больше вы реально посвящаете работе, тем быстрее и лучше развиваются у вас мозги. Не тратьте время на споры. Если вы уверены хотя бы на 95 процентов, что вы правы, выслушайте собеседника и останьтесь при своем мнении. Ведь споры до добра еще никого не довели. Если вам тяжело или у вас есть какие-то проблемы на работе, ни в коем случае не показывайте перед своими подчиненными. Вы для них всегда должны оставаться примером сильного человека. К людям и коллегам относитесь так же, как вы хотели бы, чтобы относились и к вам. Если у вас коллектив небольшой, старайтесь общаться с каждым сотрудником. Узнавайте, как у него дела, как близкие его, что у него нового, что произошло. Ведь человеку приятно, когда с ним общаются не только по работе. Каждый человек, в том числе и подчиненный, на подсознательном уровне чувствует, когда вы плохо относитесь к нему. В том, числе и когда вы хотите его уволить. Если новый человек, пришедший в вашу команду, не подходит, не тяните резину, увольте его сразу. Знайте, что у каждого коллектива есть своя атмосфера. И тот человек, который приходит в ваш коллектив, должен соответствовать атмосфере вашей команды. Никогда не перегибайте палку в разговоре с подчиненными. Если вы видите, что у него плохое настроение, оставьте этот разговор лучше на потом. При разговоре с коллегами не унижайте их, не ведите себя надменно, ведь они такие же люди, как и вы. Часто задаваемый вопрос, а можно работать с друзьями? Я отвечаю сразу, конечно, можно. В большинстве случаев, когда ты работаешь в коллективе, твои подчиненные становятся рано или поздно твоими друзьями. Есть такое выражение, старый друг лучше новых двух. Но запомните, что когда-то старые друзья были новыми друзьями. Если ты заработал денег, это еще не говорит о том, что ты должен забыть о людях, о тех, с кем раньше общался, или о тех людях, с которыми ты начинал свой бизнес. Если вы чувствуете, что с человеком, общаетесь на разных языках, просто общайтесь с ним поменьше. Относитесь близким к людям, с любовью. Если не хотите общаться, лучше не общайтесь. В большинстве случаев люди говорят, вот я бы сделал не так. Не надо думать за других людей. У других людей свой мозг, и они делают так, как они думают. Всегда, если вы думаете о человеке, что, как он сделает, думайте его мозгами. Представим так, что вы предприниматель, что вы работаете. Ну да, иногда вам хочется полениться, иногда вы откладываете что-то на завтра, на послезавтра. А другой человек делает это сегодня. У кого лучше получится? Задайте себе вопрос. Тот, который больше работает, больше думает. Не всегда приходится делать то, что нравится именно тебе. Нужно делать, что нравится большинству людей. Простой пример. Девушки любят, когда им дарят цветы. Так надо им дарить. Никогда не плывите против течения. Старайтесь плыть всегда по нему. Простой пример. Вы студент поругались с преподавателем. Если поругались с одним, вы сможете вызубырить предмет и сдать. Но если бы вы поругались с двумя, с тремя, вы никогда этого не сделаете, никогда не сдадите. Так же и в жизни. Если вы пойдете против течения, вас течение снесет. Бизнес – это ступени. И чем выше вы идете, тем вам труднее. Объясню почему. Потому что с каждой ступени, которую вы перешагиваете в бизнесе, вокруг вас все больше людей становится более профессиональных, более умных, более хитрых и более работоспособных. И учтите, чем выше, тем труднее. Если мои советы вам чем-то помогли, я буду только очень рад. Я буду знать, что ваше и мое время потрачено не зря. Большое вам спасибо.